Всем привет! С вами художник-иллюстратор Кристина Колоскова. И сегодня я хочу с вами поделиться своим конспектом. Так сказать, я ввожу новую рубрику под названием «Дай списать». На протяжении всей своей художественной деятельности я постоянно учусь. И часто я записываю конспекты в тетрадочку. В тетрадку всегда можно заглянуть и освежить память. И в этот раз я буду делиться конспектом, который составил совсем недавно, о том, как же рисовать эллипсы. До того момента, как я решила изучить эту тему, я рисовала эллипсы на интуитивном уровне. И как правильно их рисовать, я не имела представления. А теперь давайте поподробнее разберемся с этой темой. Для начала разберем, что такое эллипс и как его рисовать. Эллипс – это круг в перспективе. А для того, чтобы его построить, для начала нужно нарисовать перекрестие. Рисуем перекрестие. И отмеряем отрезки одинаковых размеров относительно точки пересечения нашего перекрестия. И теперь строим эллипс. А для того, чтобы правильно его построить, необходимо знать три правила. И сейчас как раз эти правила мы рассмотрим. Первое – раскрытие эллипса. Второе – перспектива эллипса. Третье – углы эллипса. А сейчас подробнее рассмотрим каждое правило. Раскрытие эллипса. В зависимости от расположения эллипса относительно линии горизонта, выше или ниже, раскрытие эллипса меняется. Или, если сказать проще, чем эллипс ближе к нам, мы смотрим на него сверху, то он больше к нам открыт, он круглее. А если мы ниже, как бы сказать, смотрим на него снизу, то он к нам открыт меньше. Эллипс вывернут. Ну, а на линии горизонта эллипс превращается в линию. На этом рисунке можно наглядно посмотреть, как открываются и закрываются эллипсы, в зависимости от его расположения относительно линии горизонта, выше или ниже. Чем он ближе к линии горизонта, тем он открыт меньше. А если он расположен дальше от линии горизонта, то он открыт больше, он круглее. И то же самое, только в обратном порядке, происходит с эллипсами, которые расположены ниже линии горизонта. А вот на этом примере вообще эллипс практически превратился в круг. А если сказать проще, то мы стоим рядом с этим эллипсом и смотрим на него сверху вниз. Можно сказать, прям заглядываем внутрь, если, допустим, это кружка. Теперь давайте рассмотрим второе правило. Перспектива эллипса. Одна из половинок эллипса, ближайшая к нам, будет выглядеть визуально крупнее, чем вторая половина. Это все из-за того, что начинает действовать закон линейной перспективы. Чем ближе к нам объект, тем он крупнее. А если объект удален от нас, то он выглядит меньше. Поэтому при построении эллипса, линию, которая показывает середину эллипса, необходимо располагать чуть выше середины. Это в случае, когда линия горизонта находится над эллипсом. А если линия горизонта расположена под эллипсом, то серединную линию необходимо располагать чуть ниже середины эллипса. Опять же, вот наша линия горизонта. И вот у нас здесь середины линии наших эллипсов. Вот как раз в случае, что линия горизонта находится под эллипсом. И вот эта часть, которая будет отдалена от нас, будет меньше. А которая ближе к нам, будет больше. А если линия горизонта расположена над эллипсом, то вот эта часть к нам ближе, она больше. А задняя часть, она меньше. И, соответственно, серединная линия эллипса располагается чуть выше середины эллипса. А теперь рассмотрим последнее правило. Углы эллипса. Чтобы эллипс выглядел правильно, его углы всегда должны быть скругленными. Они не должны быть вот такие. Они должны быть вот такие. Даже если эллипс очень-очень тоненький, то углы все равно должны быть скругленными. Вот такое небольшое, но, надеюсь, познавательное видео по построению эллипсов у меня получилось. А если это видео вам понравилось, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А с вами была Кристина Колоскова. Всем пока!